По крайней мере для жителей, конечно, будет удобно, а как же. С Людмилой трудно не согласиться. Второй пешеходный мост через Николаевский проспект местным, ой, как нужен. Сейчас путь через магистраль лишь один, и для многих это крюк в полтора километра. Но это пока. Совсем скоро здесь будет алюминиевый мост, и его уже делают. Добро пожаловать на Крамс. Путь моста начинается здесь. Основа – жидкий металл, который делают у нас на Красноярском алюминиевом заводе, а потом перевозят в первый цех. Его перерабатывают в слитки цилиндры и прокатывают под прессом в 7 тысяч тонн. Второго такого в России нет. Это второй – подготовка профиля. Специальный станок обтачивает его до нужной формы и вырезает отверстия под болты. После этого – анодирование. Профиль после обработки на фрезерном центре проходит химическую обработку. Вся поверхность профиля покрыта пленкой, которая обеспечивает защитные условия, которая не позволяет внешним факторам разрушать готовые изделия. А вот в этом цеху все, что мы видели раньше, наконец, собирается в одну конструкцию. И вот я шарахаюсь по 19-метровому пролету моста. Вот такой вот он уже красивенький, практически готовый будет. И второй пролет уже 43 метра вон там сзади. Это будет уже третий алюминиевый мост в Красноярске. Первые два смонтировали прошлой осенью. На каждый хватило одной ночи, пары десятков рабочих и нескольких машин. И такую скорость оценили и на Западе. У завода уже есть два заказа из Германии на небольшие 24-метровые мостики. В среднесрочной перспективе запланирован мост по улице Калинина в жилом районе Бугач. Мы там проектируем школу, чтобы обеспечить нормальное, безопасное перемещение к школе детей и родителей. Там будет запроектирован мост. Не исключено, что будем привлекать в том числе и крамс для производства конструкции. Другой, возможно, вариант – пешеходный мост от Площади Мира к музейному центру. Это для прогулок. А на Николаевском проспекте он просто нужен людям. Сотни ходят из тутгородка до 73-й школы и Юдинки. Пролеты практически готовы. И где-то к началу декабря мост обещают смонтировать. Но пройдем по нему еще не скоро. Надо остеклить, обшить, сделать какое-никакое благоустройство, подходы. В общем, ближе к середине следующего года. Михаил Леницев и Степан Майер. Новости Прима.